Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодняшний наш видеообзор будет посвящен монете 50 рублей 1993 года. Это довольно-таки распространенная русская монета, которая пришла на смену советским деньгам. Я думаю, что вы ее отлично помните. 50 рублей 1993 года чеканилось на двух монетных дворах. Ленинградском логотип ЛМД и московском логотип ММД. Этот логотип находится между надписью рублей и сверху над годом. Вы видите небольшую монограммку. Это так называемые разновидности данной монеты. И вот если перед вами монета 1993 года 50 рублей московского монетного двора с буковками ММД, можете сразу отложить ее в сторону. Так как данные монеты практически ничего не стоят. Только в отличном состоянии, это мешковые монеты, которые не были в обращении, такие монетки могут стоить около 10 российских рублей. То есть практически ничего. Монеты, которые прошли в денежном обращении, вот такие вот, которые имеют следы износа, как сейчас на ваших кранах, такие монеты продать вовсе тяжело даже по одному российскому рублю. Их продают целыми килограммами. Например, недавно я на одном из больших аукционов видел, продают 10 килограмм таких монет. Всего лишь стартовая цена 2000 рублей. И то пока таки на нее ставок на этот лот не было. Что касается монет 50 рублей 1993 года LMD, Ленинградского монетного двора. Здесь нужно обращать внимание, магнитная монета или же немагнитная монета. Если LMD 50 рублей не магнитится, то это стационарная стандартная разновидность монет, которые массово выпускались на Ленинградском монетном дворе. Она также нередкая. И такая монета стоит также в идеальном состоянии 10 российских рублей. Более-менее редкой и ценной монетой является 50 рублей 1993 года LMD, которую берет магнит. То есть, если вы приложите до 50 рублей магнит, и она прилипнет, такую монету можно продать в пределах 200 российских рублей. Она считается более редкой. Хотя найти ее, в принципе, довольно-таки не тяжело. И, скажем так, лотов с магнитными монетами на том же мега-аукционе довольно-таки много. Но все равно приятно получить за такую вот довольно распространенную монету 100-200 российских рублей в зависимости от состояния данной монеты. На ваших экранах также довольно-таки в хорошем состоянии вы видите купюру 5 рублей времен Советского Союза. У нее отдельная история. И подробно о этой банкноте в государственном казначейском билете СССР есть рассказ также о ее стоимости в предыдущем нашем видеообзоре. Ссылку вы сейчас видите на своих экранах. Вы можете посмотреть его, если кто-то его не видел. Также на нашем канале вы найдете обзоры о других банкнотах и монетах как Советского Союза, так и России. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайк, если данное видео вам понравилось. Или же дизлайк, если вам оно не понравилось. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях. До новых встреч!